В эфире «Утро Карачаевой Черкесии» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем последний день осени с погоды. В эфире «Утро Карачаевой Черкесии» В эфире «Утро Карачаевой Черкесии» Это год педагога и наставника. Это ваш год. Я знаю, что именно в вашей школе проходит много разных мероприятий. Вначале я хочу вас спросить о том мероприятии, которое вы посетили в Артеке, это Всероссийский детский центр. А потом вы расскажете, какой семинар вы провели на базе вашей школы. Ну, наверное, начнем с Артыка. Кто представлял нашу республику помимо вас на этой встрече? Нашу республику представляли четыре команды. Зеленчукский район, 15-я школа, наша школа. И каждую школу представляли руководитель школы, заместитель директора по воспитательной работе и советник директора по воспитанию. Мы были на обучающей программе, это профессиональная подготовка работников именно в сфере образования. И, конечно же, обучение было очень классное. Девять дней нас вогрузили именно в жизнь артековцев. Есть такое, да, артековец сегодня, артековец всегда. Вот мы с нашей школой, нас было три человека, Елена Геннадьевна, я и Гульстан Рашидовна, советник директора по воспитанию. Нас распределили по отрядам. Мы были в одном отряде, там было очень много людей с разных регионов. Краснодарский край, Адыгея, Удмуртия, Чеченская республика. И в одном отряде нас было 30 человек. Мы были в роли детей, наверное, которые отдыхают в лагере. И там было все строго по графику. В артеке около 4 тысяч детей в это время отдыхали. Там все очень организовано на высочайшем уровне. Перемены там буквально 2-3 минуты. Мы успевали и учиться, и отдыхать, и домашнее задание готовить. Ну, таким образом мы побывали в роли детей, которые отдыхают в артеке. По приезду на родину вы провели обучающий семинар. Вы передавали опыт, правильно? Да. Ну, я хотела бы поблагодарить здесь Министерство образования и науки Карачаева Черкесской республики, нашу администрацию Прикубанского района, которые, во-первых, у нас вот такая возможность была благодаря им съездить в артек. И, конечно же, в плане работы Министерства образования было, что мы должны провести обучающий семинар. Мы, конечно же, теми знаниями, которые мы получили в артеке, с удовольствием поделились. У нас были работники из Малокарачаевского района в таком же составе. Директор школы, заместитель директора и советник директора по воспитанию. И наши директора со своими замами и советниками Прикубанского района. Вот 8 ноября этого года мы встретили 60 человек, провели обучающий семинар. Он получился, ну, я так думаю, насыщенный. Те гости, которые у нас были, сказали, что они многому научились у нас. Мы поделились своими знаниями, у них что-то узнали. Мы провели не теоретические занятия, наверное, а именно практические. Такие же занятия, которые с нами проводили в артеке. Я вас благодарю за участие в нашей программе и желаю вам дальнейшего успеха в работе. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы «Абазинская редакция» в 14.30. «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Продолжение следует...